Привет, с вами Алена Васильева и сегодня мы покажем вам со своим сыном, как соединять слоги. Соединять слоги это самое сложное. Лев еще у меня ни разу не соединял слоги. Он знает отдельно буковку М, знает отдельно буковку А, буковку У и буковку П. Он знает их отдельно, но еще ни разу их не соединял. И сейчас прямо у вас на глазах мы попробуем это сделать. Я буду ему подсказывать немного почему. Почему? Потому что когда ребенок только учится, ему страшно что-то самому сделать. Ему непонятно, это что-то новое, и ему хочется, чтобы подсказали. Для того, чтобы этот страх убрать перед чтением, перед буковками, мы и будем его поддерживать. Смотрите, это точно так же, когда ребенок учится ходить, и для того, чтобы он делал первые шаги, мы не бросаем его и не говорим, ну иди, ах, ты не научился ходить, ну и все, тогда через год будешь еще. Ходите, сейчас сиди, все, мы тебя больше не отпустим. Нет. Для того, чтобы ребенок научился ходить, мы его поддерживаем. Поддерживаем ему подмышки, помогаем ему сделать первый шаг и ловим его. Правильно? То есть мы не отпускаем его на самотек. Ах, иди, иди, давай сам. Конечно, есть дети, которые встали и пошли. Есть дети, которые сели и зачитали. Но есть дети, у которых трудности с чтением, и таких большинство. Большинство детей, которые не сами научились читать, а которые через слезы, через труд, они учатся, учатся, и тогда они, наконец, начинают потихонечку читать. Они сразу же предложениями. Такое очень-очень редко бывает с детьми. Поэтому мы сейчас вам все покажем. Будем работать по кубикам Зайцева и будем работать по моей методике. Смотрите внимательно. Привет! Меня зовут Алена Васильева. А это моя мимая мама. Сейчас мы вам покажем чудо, как научиться читать за 10 минут. Жила-была буковка? М. М. И мы ее нарисовали. Как ее зовут? М. 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 Покажи вот так. М. 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 Ну вот беда, сынок, представляешь? И было очень-очень грустно одной. Очень-очень заплакала буковка. М. 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 Мне так грустно одной. И тогда мы и сказали, подожди, буковка М. Мы найдем себе друга. Эй, я помогу. Представляешь, там кто-то есть. Я помогу. Я помогу. Давай посмотрим, кто. Кто же там есть. А, там есть кто? Микки. 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 Есть у Микки буковка М? М. Да. Да. У Микки тоже есть буковка М. И вот здесь мы нарисовали буковку какую, сынок? М. М. Давай проведем ее пальчиком. Пальчиком проводи. Сначала пальчиком. Молодец. Пальчиком. Я знаю, знаю, с кем ее подружить. О, такая красная буковка, как у меня костюмчик. Как ее зовут? А. Маленькая буковка А. Прибежала буковка А и встала прямо перед буковкой М. Получается АМ. Столкнулись. Давай вместе. АМ. Молодец. Еще раз. АМ. АМ. Вот она какая, буковка А, да? Смотри. Теперь нарисуем ее здесь. Теперь нарисуем ее здесь. И получается... Мам, я бояя. О, что получилось? Давай пальчиком. А. АМ. 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 А теперь... Теперь нарисуем ее еще сзади. Ой, пусть будет две буковки А. А теперь я. Теперь ты. Что получается? А. АМ. Что получилось? АМ. АМ. Молодец. Теперь я. Давай. Это можно ускорить. Давай. Ой, это буковка П, кажется. А я знаю, Микки, Микки. Мы же можем все буковки подружить, если им грустно одним. Да, им грустно одним. И мне грустно одному. Пожалуйста, Лев, подружи все буковки. Хорошо? Хорошо. А вот и буковка П. А где-то здесь есть буковка П. Найди. Да. Давай ее тоже подружим с буковкой А. Получится что? Давай пальчик. АПА. Еще раз. АПА. АПА. Еще раз. АПА. Молодец. Прочитал АП. А теперь смотри вот так. Какая буковка? УМНИЦА. АПА. А где ПА-то? Это не ПА, это П. Что получается? Еще раз. Давай. УП. Еще раз. УП. Молодец. А теперь вот так. Если букву У, подружим с буковкой М. УМ. УМ. Молодец. Еще раз. УМА. УМ. Нет, еще раз. УМА. Это не МА, сынок. Это М. Получается. УМ. УМА. Вот так мы соединяем первые слоги. Давай нарисуем. МИКИ, у тебя был какой-то подарочек за то, что Лев соединяет слоги. Ты научился соединять слоги? Да. Давай. Вот тут мы читали как. А. МА. А. МА. А. МА. МА. ПА. А. МА. П. АМАП. Правильно. Еще ты букву П дописал. Молодец. Ну-ка, Микки, какой там у тебя подарочек? Там правда что-то есть. Давай. Опа. Что это что? Что это? Маленькая конфетка. Это шала. Итак, мы со Львом показали вам первые шаги, как мы начали соединять слоги. Видите, что каждый слог я ему объясняю. Что это такое? Что это означает? Что это означает? Куда этот слог можно применить? То есть не просто слоги. И пишем мы очень крупными буквами такими стараемся писать, если это на листочке. Берем также мы магнитную азбуку. Но так как здесь у меня нет магнитной доски, я вам просто ее взяла и показала, что мы пользуемся магнитной азбукой. Она у нас на холодильнике. Также я использовала кубики Зайцева. Если хотите, можете посмотреть мой ролик про кубики Зайцева. Я там все рассказываю и показываю целиком полностью весь набор и как его использовать, как с ним играть. Конечно, чтобы обучать ребенка чтению, нужно знать какие-то принципы, методы. Нужно уметь играть с ним. Нужно иметь хотя бы 10 минут в день. Если вы трудолюбивый, у вас все обязательно получится. Если вы не хотите заморачиваться, просто можете перейти по ссылке и посмотреть мои занятия. Там я рассказываю про школу и там можете все посмотреть. У меня есть школа, там где я обучаю на видео детей читать, учу их буковкам. Все это в игровой форме. Везде приходят мультипликационные герои, там мы с ними играем и через игру мы учимся читать. Переходите по ссылочке, я оставлю ее внизу. Но если вы хотите сами обучаться, то вперед, давайте запаситесь терпением. И знайте, что ваш ребенок обязательно научится. Терпение и труд все перетрут. Нужно только вам магнитную азбуку, можно кубики зайцева, либо просто листы белой бумаги, фломастеры. И не забывайте поощрять ребенка за его труд. И помните, что учим мы его шаг за шагом. То есть степ-бай-степ учим ребенка для того, чтобы он аккуратненько это все и лучше начинать, как я уже показывала, с таких открытых слогов. То есть с гласной АМ он прочитал и АП он прочитал без труда. Когда я начала соединять это уже вот так, у него уже появились небольшие трудности. Поэтому начинайте вот с таких слогов, потом уже переходим к другим слогам. Вот к таким слогам. Хорошо? Обычно это детям легче всего дается, если вы начинаете с открытого слога. АМ, УМ, ОМ. Вот так и начинайте. Успехов вам и терпения. Любите своих детей. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!